ЗДАРОВ 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 ЗДАРОВ, ОНАРОВ Я вообще-то питаюсь по здоровью, да пошёл ты нахуй 38 августа во всех кинотеатрах вселенной Туалет смерти Не сдадутся только сильнейшие Меня расстреляли, но я не сдался Не пропусти самую эпическую сраню всех времён Здарова народ, из-за последних событий я лишился возможности сидеть за нормальным компьютером Какие события вы и сами знаете, только самый тупой абрыган не выкупает что происходит Я сижу за старым слабым компом, но это не отменяет выпуски роликов и стримы Благо есть очень много старых и крутых игрушек, которые можно засунуть себе в зад А также игры на компьютер Так давайте же отправимся в детство Посидим, попердим и наконец узнаем откуда готовилось нападение на Беларусь А я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение А я тоже сейчас вам покажу Serious Sam The First Encounter Что, не знаешь персидского языка? Ладно Специально для тебя скажу У меня крутые яйца Это тебе пища для размышлений А перевод Серьёзный Сэм первое столкновение Или как его перевели у нас хуёвые знатоки языка Крутой Сэм первая кровь Где они увидели там слово блат я не знаю Возможно в своём анусе когда вставали с бутылки А поскольку это занятие крутое Они решили вместо серьёзный Serious перевести как крутой Cool Но это уже их личное дело Игру разработала хорватская компания Crotim в 2001 году Серьёзный Сэм получил несколько наград от игровых СМИ И даже был удостоен звания Игра Года Сюжет расскажет нам о приключениях Сэма Стоуна И его борьбе против инопланетных захватчиков Под предводительством Ментала В начале 21 века на месте раскопок в Древнем Египте Человечеством были найдены останки древней цивилизации с далёкой планетой Сириус Которая когда-то посетила Землю Обнаруженные находки послужили мгновенным толчком к технологическому развитию человечества Что позволило совершать межзвёздные путешествия к другим планетам В начале 22 века в дальних уголках Вселенной Земляне наткнулись на армию жестокого инопланетного тирана И главного злодея серии игр Ментала Противник вытеснил землян со своих колоний обратно в родную солнечную систему И в конце концов загнал их на Землю Чтобы окончательно истребить человечество Последней возможностью выжить для землян стал раскопанный среди сирианских захоронений Древний артефакт под названием Ключ к Вечности Способный отправить назад во времени человека Чтобы победить Ментала и изменить ход истории Этим человеком и стал Сэмюэл Стоун по прозвищу Крутой Сэм Известный благодаря своей храбрости в сражениях с монстрами Сэм появляется в Древнем Египте Дейр-Эль-Бахри в 1378 году до нашей эры И путешествует от одного древнего монумента к другому По пути беспристрастно сражаясь с монстрами Посланными следом за ним Менталом Во время путешествия Сэм активирует скрытый под видом обелиск Коммуникатор сирианцев в Луксоре Который вызывает на Землю космический крейсер Центерпрайз Из глубин космоса Сэм продвигается к Великой Пирамиде для контакта с кораблем И после невероятной битвы с генералом армии Ментала Злобным чародеем Укхзаном III Попадает на корабль сирианцев Всю эту историю вы узнаете лишь прочев в видение перед началом игры Ибо по ходу самой игры вам ничего толком рассказывать не будут И не прочев сюжет в самом начале вы понятия не будете иметь что происходит Я вроде нахожусь в древнем Египте до нашей эры Откуда тут стрелковое оружие? Что за нелепые монстры? Еще и роботы Откуда блять джинсы? А это нахуй что такое? У него нет головы Как можно орать без башки? На этот вопрос у меня есть ответ И это, между прочим, научно доказанный факт Цитирую В ходе научного эксперимента Ученые из института доброты и порядочности дота 2 выяснили Что при отсутствии у человека черепной коробки на шее Он все еще может издавать неприятные на слух А иногда и на запах звуки Посредством вибраций анального кольца При сильных вибрациях может начаться перегрев анала Что вызовет возгорание А вследствие пожар Короче он орет жопой А если может он Сможешь и ты Хватит откладывать на завтра Действуй сегодня Я сам не знаю что за хуйню я сейчас выдал Пойду покричу А ты пока проанализируй информацию Серьезный Сэм это тир Практически прямолинейный Тебе нужно будет бежать вперед с зажатой левой кнопкой мыши И убивать все паскудство что встретится на пути Иногда поворачивая направо чтобы нажать кнопку иногда налево Да можно заморочиться и поискать пасхалки Однако не все над этим заморачиваются Их в игре очень много Некоторые на видном месте И их можно будет откопать случайно просто проходя игру Но некоторые зарыты довольно хорошо И для их поиска нужно хорошо осмотреть каждый закоулок Уверен что я Игравший в эту игру сто тысяч миллионов раз Находил далеко не все пасхалки Арсенал у нас довольно внушительный Нож Говно которым никто никогда не пользуется Кольт Стандартный револьвер с бесконечными патронами Двойной кольт Как говорится те же яйца только в другой руке Дробовик Вещь хорошая но юзать ее придется лишь пару раз После нахождения Потому что дальше ты найдешь двухстволку Вот это уже вещь Разрывает противников сразу на котлеты Особенно в упор А патроны с дробашом общие Поэтому к нему возвращаться после ружья Ты вряд ли захочешь С автоматом Томпсона та же история Неплохой автомат который будет юзаться только в начале Потому что когда ты подберешь шестистволку Ну ты сам понимаешь Просто Втекай с городу Тоби пизда И патроны Общие с Томпсоном Вот ракетницей Пользоваться придется часто Особенно против огромного скопления врагов А учитывая что Она еще стреляет как ибанутая Это вообще незаменимая вещь Вроде ракетница Она стреляет со скоростью золотого дождя Быстро и во все стороны Гранатомет Немного хуже ракетницы Но против большой кучи инопланетного дерьма подойдет Можно стрелять себе под ноги Можно подальше Снаряд взрывается при контакте с попкой противника Какая-то зеленая пушка с четырьмя торчащими фалосами И стреляющая зеленой спермой одного из инопланетян Достаточно мощное оружие И самое сильное оружие Обычная ебаная пушка с ядрами Изобретенная в 17 веке Кто бы мог подумать что человечество Было готово пиздиться джедаями Еще в 1600 году Добавок ко всему Все оружие не требует перезарядки Кроме кольта и двухстволки Чтобы вы понимали всю крутость Сэма Этот парень способен нести весь этот арсенал Будучи одетым только в джинсы и футболку Я прям так и вижу Нож в зубах Револьверы в кармане Дробовик в другом кармане Ружье в заднем кармане Томпсон во втором заднем кармане Шестистволка в правой руке Ракетница в левой руке Гранатомет с пушкой на спине А зеленая хрень с четырьмя дилда Как у настоящего мужчины в жопе Даже несмотря на простоту геймплея Нелепых монстров изображенных комично Игра довольно хороша Это именно та самая игра Для вечернего расслабона после работы Когда тебя все и все заебали Думать не надо Вникать в сюжет не надо Просто беги Стреляй И наслаждайся видами Даже сейчас Пейзажи древнего Египта Смотрятся приятно Да не идеально 2001 год Хули вы хотели Но глазу приятно И все это под веселую музыку И шуточки Сэма Присущие голливудским комедиям 90-х И я вам так скажу Серьезного Сэма Обязан поиграть каждый С мощным компьютером или нет Каждый Я сам недавно перепрошел его на стримах Кстати Почему на стрим не залетаете суки Требования к игре настолько малы Что даже на калькуляторе игра запустится Но на всякий случай Как всегда требования к игре Я напишу в описании А если ты хочешь стать таким же крутым как Сэм То подпишись на канал Поставь лайк этому видео Не забудь поделиться им с друзьями И сделать 100 приседаний на яйцах Пока